Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! Сегодня я рада вас приветствовать на нашем новом участке, который мы будем вместе с вами приводить в порядок. И первая работа, которую мы хотим сделать здесь уже сейчас осенью, вот буквально приехали полчаса назад, это провести омолаживающую обрезку черной смородины. Здесь перед вами куст смородины, которому не менее 7 лет и который не знал о омолаживающей обрезке в принципе. И вы можете посмотреть сами, что при этом с кустами происходит, во что они превращаются и почему это нужно делать. Старые ветки, которым больше 4-5 лет, по-моему, все 6-7 лет, со временем ложатся на землю. Многие из них отмирают, болеют. Вот если присмотритесь, видите, вот пошло отмирание коры здесь, ломаются часто от нагрузки и потом загнивают, болеют. На старых ветках прирост очень маленький. А ведь именно эти веточки, молоденькие, прошлогодние, дадут урожай. Посмотрите, вот это был побег прошлогодний, он отплодоносил. На нем ни одной хорошей почки, а свежий прирост всего 5 сантиметров длиной. Какой здесь урожай будет? Минимальный. Именно поэтому мы обрезаем старые ветки, которым больше 4 лет, с тем, чтобы растение все больше и больше нагоняло новых здоровых урожайных веток с хорошим приростом. Но вы можете спросить, а как понять, можно ли кусту проводить омолаживающую обрезку, или уже все, бесполезно. Есть хороший способ. Смотрите внутрь куста. Если там вы видите молодые, однолетние побеги восстановления, они обычно светло-коричневые, с гладенькой корой, значит, корневая система работает, и у куста есть потенциал, есть возможности для восстановления. Если же прироста молодых побегов нет от слова совсем, а преобладают ветки старые, усыхающие, у которых ни прироста, ничего уже нет, то такой куст однозначно следует удалить, посадить где-нибудь хороший новый. Но в нашем случае все не так уж плохо. Побеги восстановления, молодые побеги в наличии, и мы будем этот куст омолаживать. И начну я обрезку с того, что удалю все ветки, которые лежат на земле. Так мне будет легче потом обрезать куст, формировать его. Вообще, лежащие ветки, они хотя могут и давать неплохой урожай, но из-за того, что они ложатся близко к земле, что они часто попадают в сорняки, ягода на них вызревает гораздо хуже. Здесь вот целая путаница у нас, видите? Вот эту ветку тоже однозначно удалим. Она практически не идет вверх, не несет никакой полезной, извините, нагрузки. Более того, здесь, кстати, прилетела из леса вредная стеклянница. Посмотрите еще, почему нужно удалять старые ветки. Они иногда сами по себе начинают отмирать. Видите? Такие ветки чем ниже вырежете, тем лучше. Посмотрите вот сюда. Это пенек, вот он, который был оставлен. Этот старый пень, мы сейчас его будем убирать. Все, полностью сухой. Удаляем старые больные ветки, чтобы они нам не мешали. И продолжаем резать дальше. Вот здесь у нас очень больная разломанная веточка. Мы ее тоже уберем. Кстати, некоторые спрашивают, нужно ли удалять все старые ветки сразу. Нет. Можно оставить хотя бы одну треть с тем, чтобы, ну, во-первых, было хотя бы немножко ягоды. А во-вторых, такие ветки тоже имеют определенное значение в росте оставшихся. На них есть листья, они фотосинтезируют, они перенаправляют свои питательные вещества в корневую систему и помогают растению быстрее восстановиться. Поэтому, вот, пожалуй, эту веточку я пока оставлю и удалю ее следующей осенью. Можно посчитать годовые кольца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лет не меньше. Все, отработала. Так, раз. Здесь сухая веточка. Два. Убираем. Иногда приходится удалять частями, если не можешь подобраться и удалить сразу полностью. Смотрите, какой шикарный лишайник. Прям вот, прям золото, а не лишайник. Ксантория заборная, кстати, зовут. Здесь еще вот есть у нас, к сожалению, больная веточка. Сейчас мы ее вырежем. Аккуратненько постараемся не повредить здоровое. Вырезаем все сухие побеги, все сухие веточки. Здесь сидела тля. Она загубила верхушечку, она отмерла, но здесь есть хорошая почечка. Мы делаем срез на нее. Все. Вырезаем все сухое, без пеньков. И вырезаем трущиеся ветки. Видите, они просто друг от друга трутся, мешают, травмируются. Поэтому одну из веточек мы удаляем. Все, вот мы раскрыли. Красота. Здесь у нас немножко загущено. Уберем одну из веток. Сделаем хуст чуть пореже и более с пологим ветвелением. Здесь аналогично трущиеся ветки. Убираем более старую. Тщательно осматриваем, чтобы не оставлять больные сухие побеги. Все это аккуратненько складываем в сторону. И дальше мы это сожжем. Потому что внутри часто прячется личинка галицы или стеклянница, которая перезимует и пойдет вредить дальше. Поэтому все сухое вон из нашего сада. Если пеньки получаются очень большие, можно воспользоваться пилочкой, выпиливая их под основание. Кстати, смородина, если за ней долго не ухаживали, ее может выпирать. Ее корневая система, вот она, обратите внимание, она поверхностная и легко пересыхает, легко повреждается. Поэтому если произошло такое оголение, обязательно, не откладывая до весны, подсыпаем сюда хорошую плодородную почву. Компост, торф. Ну, на худой конец-то могут быть даже опилки. Главное защитить корни от подмерзания, от подсыхания в зимний период. Кроме, если у нас сухие больные, слабые увечные веточки, удаляем их. Сейчас же хороший момент вырезать сильно поврежденные тлей побеги. Потому что здесь, кстати, могут зимовать яйца тли. Поэтому вырезаем их. Обратите внимание, как их жизнь-то покрутила. Никакого прироста. Сильно деформированные побеги вырезаем на почку, либо с переводом на боковую веточку. Вот здесь, здесь тоже, товарищи, как говорится, тля. Тля, она не спит. Такой вредитель сады и огороды, за которым нужен глаз да глаз. Такие ветки лучше не просто даже в компост, а лучше на костер. Потому что, кто знает, может, до весны они у вас будут лежать, если особенно не пересыпете их, ничем не прольете. И тля потом весной бодренько отсюда выведется и пойдет путешествовать по саду. Поэтому пораженные болезнями, пораженные вредителями остатки смородины, черной в частности, лучше отправить на кострик. Ну а сейчас мы пока это сложим, убираем все, что у нас осыпалось на землю. Посмотрите, вот шикарный антракнос и ржавчина. Тут у нас мечта фитопатолога. Посмотрите, вот ржавые пятнышки, это ржавчина смородины. А здесь белые пятнышки, видите, сверху. Белая листовая пятнистость или септериоз. У нас на земле полно больных листьев. После обрезки у нас санитарная зачистка, чтобы как можно меньше пораженных болезнями листьев оставалось под растением. Следующий этап, который я советую сделать, пока почва не остыла, пока растение еще довольно активное, это пролить почву микоризообразователем. В частности, вот растим ягоды про цветок. Зачем? Ну, во-первых, растение ослаблено. Оно не знало ухода. Здесь полно стеклянницы, здесь полно тли, полно заболеваний всяких, живого листа практически нет. Полива здесь тоже долго не было. Осень у нас была очень сухая. Поэтому микоризу вносим для того, чтобы она успела установить контакт с корневой системой растения и помочь этому растению начать весну уже с новыми силами, уже с поддержкой полезных бактерий, грибков, ну и гуминовых кислот и прочих биостимуляторов, которые здесь находятся. Следующее, что мы должны сделать после того, как полили нашу смородину, это замульчировать приствольный круг, чем я, собственно, сейчас и займусь. Поскольку у нас здесь компоста еще нет, поэтому просто используем хорошую плодородную почву с огорода. Даже это очень хорошо, когда речь идет о здоровье растения. Хорошенько просыпаем, особенно там, где оголились корешки. Конечно, если у вас есть торф или компост, это будет здорово. Что еще можно сделать для своей любимой смородины до того момента, как упадет снег? Можно внести сюда перегной, то есть перепревший навоз, но только тогда, когда почва промерзнет под первыми заморозками, схватится. В таком случае внесенный в приствольный круг, навоз перепревший, перегной, подмерзнет и не будет вымываться. Если сейчас мы это сделаем, то азот, который содержится в перегной, просто уйдет в почву, вымоется, испарится и не сработает. То есть такой вот прием с тем, чтобы стимулировать весной рост, очень даже востребован. Кстати, чтобы усилить образование вот этих новых корневых побегов, мы всегда рекомендуем внести торфа, торфа с опилками, компоста с торфом или с опилками рыхлого именно субстрата как можно больше в зону корневой шейки, вот сюда. Как только мы ее замульчируем, вот здесь вот, посмотрите, здесь прячутся почки. Эти почки дадут не листики. Эти почки вот здесь, здесь. Эти почки дадут новые побеги восстановления и помогут сформировать пышную, хорошую, мощную крону растения. Как видите, даже старому кусту, больному, запущенному, можно дать вторую жизнь, подарить ему вторую молодость. А пока он еще растет, цветет, у него есть еще в запасе как минимум 3-4 года жизни, вы можете подобрать себе новый куст и растить ему смену. Сейчас у нас огромное количество прекрасных сортов смородины, многие из которых продаются и в наших магазинах про цветок. Захотите, кстати, и на Кирова 3, и на Куйбышева 69, и на наш интернет-магазин, и вы там всегда найдете отличный посадочный материал. Ну, а на этом все. Пожелаем нашей смородине удачи, пожелаем ей проснуться весной, и мы надеемся, что она еще долго будет радовать нас урожаем. До новых встреч на нашем канале. С вами была Юлия и про цветок.